МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А наша съемочная группа разбиралась в тонкостях выбора двухколесного друга в море предложений. Ярмарка вакансий в медуниверситете в очередной раз студенты встретились с потенциальными работодателями. На брифинге в администрации города представили программу мероприятий в честь 1 мая и Дня Победы около 100 праздничных событий. А вот чем занять себя, кроме посещения общегородских мероприятий, вопрос, стоящий перед сотнями рязанцев. И хотя в этот раз выходные, посвященные майским праздникам, слегка сокращены, погода обещает быть прекрасной. И можно смело планировать выезды за город. Что еще думают о досуге рязанцы, узнавала Наталья Новикова. Майские праздники совсем не за горами. В этом году россияне отдыхают 3 дня на 1 мая и 4 на День Победы. Казалось бы, не так уж и много. Но, несмотря на это, праздничное настроение уже витает в воздухе. А погода наконец-то начала шептать. Синоптики обещают, что по меньшей мере на первую половину майских выходных погода выпадет сухая, солнечная и уже по-летнему теплая. Столбики термометров в эти дни наконец-то достигнут отметки в 20 градусов. Опрошенные рязанцы, видимо, зная прогноз синоптиков, практически все как один собрались на природу. В турагентствах, между тем, на отсутствие желающих насладиться не местным солнцем, отнюдь не жалуются. Причем горожане стремятся отправиться в более теплые страны даже интенсивнее, чем в прошлом году. Майские бронируются хорошо. Традиционно это, особенно в нашем туристическом агентстве, в нашей сети, это Турция. Потому что безвизово и тепло, и недалеко лететь. Отличный сервис за отличные деньги. И остальный набор, в принципе, направлений – это и Кипр, это и Греция, это что-то экскурсионное, как Чехия. Пользуются популярностью и Краснодарский край, равно как и Юго-Восточная Азия. Отдыхать вне родины рязанцы планируют от нескольких дней до традиционных двух недель. Конечно, помимо жарких стран, копания огорода и дегустации шашлыка на майские праздники, интересно, время можно будет провести и не уезжая из города. Праздничные мероприятия начнутся 1 мая с традиционного шествия, которое начнется на Площади Победы. Колонны пройдут через площадь Ленина до Соборной, где для горожан состоится концерт с участием артистов и творческих коллективов Рязани. В тот же день в Центральном парке культуры отдыха состоится открытие паркового сезона. А 8 мая вечером в ЦПКО рязанцы смогут потанцевать под духовой оркестра, посетить Большую барахолку, в духе послевоенного времени поесть мороженого и попить газировки, а заодно окунуться в атмосферу 40-х годов. Непосредственно 9 мая в 9 утра с Площади Победы начнется торжественное шествие. В 11 на Площади Ленина состоится смотр строя и песни. Далее в течение дня на разных площадках города будут организованы народные гуляния, фестивали, выставки, показательные выступления и концерты. Главным подарком для горожан станет выступление рязанца победителя федерального шоу-проекта «Голос дети» Даниила Плужникова и группы «Любые» на Площади Победы. Ну и, конечно, завершится День Победы традиционным фейерверком. В условиях сложившейся в мире напряженной обстановки и постоянных террористических угроз силовые структуры нашего государства находятся на чеку. Регулярно проходят учения, консолидирующие основные силы в случае опасности возникновения террористического акта. В соответствии с указанием оперативного штаба, в Рязанской области проведена практическая тренировка оперативной группы в городе Касимове и Касимовском муниципальном районе по отработке действий в случае выявления террористических угроз на объекте массового пребывания людей в муниципальном дворце культуры. В мероприятии участвовали силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Национальной гвардии, МЧС, экстренных служб Рязань «Облгаз» и Рязанской энергосбытовой компании, а также работники Касимовской центральной районной больницы и представители органов власти и управления. Тренировка продемонстрировала готовность привлекаемых сил и средств к пресечению акта терроризма. Велосипеды – транспортное средство, давно полюбившееся европейцам и постепенно завоевывающее сердца наших соотечественников. Помимо экономии на бензине и техобслуживании, а также времени никаких пробок, велосипед – это дополнительная кардиотренировка. Как выбрать себе двухколесного друга по душе, по требностям и по карману, разбирался Валерий Седов. Погода за окном с каждым днем становится все лучше и лучше. Из тесного рабочего офиса все скорее хочется попасть на улицу и насладиться теплом, особенно в связи с началом велосезона. Наверное, не все знают, что выбор велосипеда сродни выбору обуви. Каждый выбирает модель только под себя. Как рассказали нам в специализированном магазине, посетители часто спрашивают, есть ли в наличии такой, на котором и дочь сможет во дворе покататься, и мама в парк поехать. Конечно же, такого велосипеда не существует. Даже детские модели нужно выбирать вместе с ребенком. Большинство продаж приходится на детские велосипеды. Их подобрать, в принципе, несложно. Нужно знать рост ребенка и прийти непосредственно в магазин и сесть на предполагаемую модель. Детские велосипеды отличаются только по комплектации. На некоторые установлены корзины, сиденья для кукол или ручка для родителей. Переходным классом между взрослыми и детскими велосипедами являются юношеские модели. Они отличаются меньшим диаметром колеса и размером рамы. Такие велосипеды бывают и складными. Соединения в них довольно прочные и не стоит переживать за качество. С моделями для взрослых все обстоит куда сложнее. Здесь нужно определить цель покупки. Ведь разновидностей очень много. Горный хартейл, двухподвес, дорожный, шоссейный, гибридный. И только после этого уже можно переходить к росту. Самым популярным взрослым велосипедом является горный хартейл. Он подходит для использования как по асфальту, так и по пересеченной местности. Если человек не хочет горный велосипед, то он может выбрать обычный городской велосипед. Он не обладает амортизирующей вилкой, имеет более широкое седло и комфортный руль. То есть такие велосипеды можно отнести к классу комфорт. В горных же типах велосипедов есть амортизирующая вилка и облегченная рама. Покрышки таких моделей имеют более злой протектор, чем у обычных. Это обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. Трюковые велосипеды кардинально отличаются от остальных. Например, у них вообще нет переключателя скоростей. А профессионалы и вовсе снимают тормоза. К тому же у них крепкая рама и больше спиц на колесах. Так что это один из самых крепких велосипедов. На них можно преодолевать кочки, трамплины и выполнять различные трюки. Но для обычной езды по городу такие велосипеды непригодны. Шоссейный велосипед отличается более пониженной точкой с прикосновением с асфальтом. Опять же более легкая рама и все оборудование нацелено на легкость. Шоссейный велосипед подходит только для ровного асфальта. К тому же руль у них довольно необычный. С ним наклон велосипедиста будет больше обычного для аэродинамичности. Чаще всего его берут спортсмены. Гибридный тип велосипедов предназначен как для асфальта, так и для пересеченной местности. Здесь большой диаметр колес, а также амортизирующий подсидельный штырь и руль, регулируемый по высоте. К тому же здесь более лысая резина для лучшего наката. Менее популярны двухподвесные велосипеды. Они обладают помимо переднего амортизатора еще и задним амортизатором. Задний амортизатор смягчает неровности на дороге, но создает лишние колебания при езде, при педалировании. Его используют для того, чтобы кататься по лесу, корни и камни ему не страшны. Но при сильном педалировании у этой разновидности велосипедов возникает так называемый эффект дивана. И часть энергии велосипедиста уходит в никуда. Для асфальтовых дорог такая модель не предназначена. Но если лес на двухподвесе вы преодолеете, то в болоте он точно увязнет. На этот случай есть другая модель – футбайки. Ни грязь, ни снег не смогут остановить вас. К тому же, вопреки распространенному мнению, такая махина совсем не тяжелая. Из такого большого перечня велосипедов предстоит выбрать только один, который сможет удовлетворить основную цель. Так что, решитесь вы покорить лес, болото, горы или вовсе местный парк, на любой запрос всегда есть подходящий железный конь. Правда, если велосипед выбрать большого труда не составит, то покататься на нем получится не везде. В Рязани количество велодорожек можно пересчитать по пальцам одной руки. Первая находится на Лыбинском бульваре, а вторая – в сквере имени Александрова. Парадокс заключается в том, что велосипедисты на этих дорожках появляются крайне редко. Например, сейчас светит яркое солнце, а в сквере имени Александрова ни один велосипедист не нарушит спокойствие пешеходов. По велодорожкам ходят мамы с колясками, а порой здесь можно увидеть и детей на самокатах. По словам местного жителя, велосипедисты здесь все-таки появляются. В любом случае, каждый велосипедист должен помнить, что он такой же участник дорожного движения. Поэтому соблюдать правила нужно обязательно. На перегоне из Рязани сошел с рельсов товарный вагон. На место происшествия выезжали пожарный расчет и оперативная группа ЦУСК регионального управления МЧС России. Инцидент произошел около 9 часов утра на перегоне станции Недостоева в Рязани. Мы прервемся на короткую рекламу. Сразу после смотрите в продолжение нашего выпуска. Кино для слабовидящих и кино для слабослышащих. Весьма необычные сеансы состоялись в Рязанском кинотеатре. Стоп снято. Застывшая на снимках история фотографий от конца 19 века до настоящего времени на выставке в Кремле. Хлеб всему голова. О важности профессии рассказали школьникам работники хлебзавода. С вами программа «День города» и мы продолжаем. Многие ли из нас, выпускаясь из средней школы, точно знали, какую профессию выбрать и превратить в дело всей жизни? Как правило, поступление в ВУЗ основано на советах родителей или популярности той или иной профессии. Так и выходит, что первое образование довольно часто оказывается ненужным. Искать свое призвание человек начинает уже наломав дров и потеряв кучу времени. Между тем избежать таких историй могло бы помочь профориентирование для школьников. Сегодня в Рязани состоялось уникальное мероприятие. В лице номер 4 прошла акция под названием «Современное хлебопечение. От традициям к инновациям». Инициатором выступил директор хлебозавода номер 3. На нашем мероприятии мы хотели рассказать ребятам о том, что такое современное хлебопечение, как делается хлеб, насколько это сложно, насколько это интересно. Показать ту продукцию, которую мы выпускаем и показать несколько приемов работы с кондитерскими и хлебоволочными изделиями. Помимо традиционных сортов хлеба, таких как Дарницкий или Нарезной, сейчас Третий хлебозавод производит и другие. Там же появляются и кондитерские изделия. Вся продукция по вкусу не уступает европейской. Школьникам рассказали об истории хлебных изделий, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Также ученикам предложили и самим попробовать замешать клейковину, которая является основной частью всех хлебобулочных изделий. А после рассказали, как в настоящее время из муки появляются аппетитные хлеба. Но теория без практики существовать не может, поэтому детям предложили создать кондитерские шедевры. Так из-под легкой руки школьников стали появляться вкусные кексы и птички из теста. Сегодня мастер-класс успешно прошел не только у школьников, но и у корреспондентов нашего телеканала. Мероприятие очень понравилось школьникам. Они и про хлеб узнали, и сами его попробовали. Мне очень понравилось. Очень много узнал про хлеб. Ну вообще было достаточно интересно. Я много чего узнала. Было не только интересно слушать, но и принимать участие во всем мероприятии. Мне очень понравилось. Информация была очень доступной, интересной. Я все восприняла, узнала очень много нового, полезного. Также я узнала на практике, как делать хлеб. Директор хлебозавода не скрывает, что цель мероприятия не только познавательная, но и развлекательная. Самое главное в сегодняшней встрече – профориентация. Ведь основной выбор профессии у школьников приходится именно на 7-9 классы. Мы надеемся, что кто-то из тех ребят, кто будет сегодня на мероприятии, пойдет и к нам, станет хлебопеком. Потому что профессия очень интересная, профессия достаточно почетная и очень нужная. Самое главное – очень нужная профессия. Сегодня школьники узнали, что вопреки распространенным мифам, хлеб на самом деле полезен. Поэтому и надо есть то, что питательно. Ярмарка вакансий проходит в медицинском университете дважды в год. С самого первого раза акция зарекомендовала себя как нужное и очень важное мероприятие. Студенты и ординаторы присматриваются к потенциальным работодателям и получают ясную картину, где и какие специальности востребованы. А работодатели ищут молодых специалистов высокого уровня и имеют возможность заключить целевые договоры с заинтересовавшими их будущими специалистами. В здании медико-профилактического факультета оживленнее, чем обычно. 90 работодателей из учреждений здравоохранения Рязани и области, Калуги и Тулы, Тамбовской и Владимирской областей приехали, чтобы познакомиться со своими будущими сотрудниками. Выпускники Рязгомы у желанной специалисты в любой поликлинике. Я благодарна устроителям данной акции как вакансии, поскольку мы, как работодатели, имеем возможность пообщаться со студентами, посмотреть, что людей интересует, но со своей стороны предложить очень хорошие условия. Для нас это выгодное мероприятие, поскольку у нас за последние 6 лет мы пригласили порядка 30 врачей. Первое – это подбираем специалистов себе и, конечно, встреча со своими целевиками, с теми, кто учится от нашей больницы. На данный момент 17, вот еще у нас была комиссия по профотбору, к нам еще придут 3 человека. Основная ценность мероприятия – это ясная картина и для студентов, куда обращаться по поводу работы после окончания вуза, какие специалисты и где именно востребованы. И для медучреждений, нуждающихся в квалифицированных кадрах и находящих их именно здесь. Вся информация дублируется на интерактивной карте нашей страны, которую мы сейчас совершенствуем, размещаем информацию уже и по районам. И наш выпускник может найти, ну, например, что Спасской ЦРБ, Рязанский район, какую кадровую программу дает и какие там есть вакансии. Вот в этом направлении мы сейчас ведем работу, она достаточно эффективна. И сейчас насвещаем уже карту именно такими небольшими точками, но тем не менее, которые, безусловно, важны и где нужны тоже врачи. Традиция проводить ярмарку вакансий сложилась около пяти лет назад. К настоящему времени в ней принимают участие порядка 90 учреждений здравоохранения. И статистика показывает, что с каждым разом расширяется география. Новые и новые регионы приезжают в Рязань, чтобы найти нужных сотрудников в штат медучреждений. И каждый стремится заинтересовать будущих специалистов, предоставить им наиболее комфортные условия работы и проживания. Ведь качественные работники, как их выпускает Рязанский медуниверситет, всюду на вес золота. Коллеги приезжают, мы этому очень рады. И тот формат, который в ярмарке вакансий был разработан несколько лет назад, он удачный. Мы постоянно его совершенствуем, делаем и выездные ярмарки вакансий. В этом году планируем, может быть, и в районах области нашей провести что-то подобное. Выезжаем в другие регионы. Но традиционно две больших ярмарки в стенах нашего университета и количество гостей действительно право, оно очень великое. Это нас, безусловно, радует, говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. В основном ребята собирают информацию, чтобы уже до поступления в ординатуру определиться со своим будущим. Такие ярмарки вакансии, например, что они вам как будущих специалистам дают? Возможность оценки. Понять, как происходит хотя бы поступление, то есть определиться, как это все идет, что делать, куда там звонить. Ярмарку вакансий посетили министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий и министр труда и занятости Юлия Рокотянская. Оба представителя власти подчеркнули значимость мероприятия в развитии здравоохранения региона и страны. Новые технологии в учебном процессе и производстве представили на межвузовской конференции в Политехническом университете. Площадка не случайно Политех хорошо известен как передовой инноватор в сфере обучения и подготовки кадров. 26 апреля в Политехническом университете открылась 15-я межвузовская научно-техническая конференция под названием «Новые технологии в учебном процессе и производстве». Она будет проходить в течение трех дней. Все это время будет работать 21 секция, где заслушают более 200 докладов и сообщений. К тому же доклады прозвучат не только на русском, но и на английском языке. В этом году в научно-технической конференции принимают участие студенты других вузов. Также на открытии присутствовали и школьники, и подшефные инженерные классы. В своем приветственном слове директор университета прояснил основные цели этой конференции. Ну, во-первых, какая наша с вами общая задача? Наша конференция – это выявить, систематизировать и решить актуальные инженерно-управленческие задачи. Также мы хотели бы обменяться опытом. В каждом вузе есть целые отделы, которые занимаются именно научной работой. Также всегда интересно узнать, как именно развивается такое направление в других институтах. Тем более у Политехнического университета есть что предложить. В прошедшем году, например, архитектурная школа этого вуза заняла второе место на Всероссийском конкурсе лучших дипломных проектов. И таких наград хватает. На открытии также присутствовали и такие именитые люди, как заместитель министра промышленности Рязанской области, председатель Рязанского инновационного клуба и многие-многие другие. Игорь Михайлович Кучин в своем выступлении поприветствовал всех участников конференции от имени правительства Рязанской области. Не только совместная работа ученых, промышленных предприятий и главных кругов позволит придать новую инновационную инкусту различию научной деятельности и промышленного производства. И от всей души хочу пожелать участия в конференции плодопорной работе. В конце пленарного заседания были вручены дипломы победителям Всероссийской научно-практической конференции. Я хочу всем участия в этой конференции пожелать плодопорной работы, интересных идей. Но хотелось бы, чтобы, ну пускай будет не каждая, а каждая целая идея найдет свое завершение в проекте. Вот это вот тогда будет нормальный результат, хороший результат, когда проект будет доведен до стадии реализации. В одном из кинотеатров Рязани состоялся необычный кинопоказ. Специальный сеанс для слабовидящих людей и людей с ограничениями слуха могли между тем посетить и обычные рязанцы. Чтобы почувствовать себя на месте незрячих, на глаза они надевали повязки и погружались в атмосферу этого необычного кинопоказа. Доступная среда. Насколько она доступна? Мы не часто задумываемся об этом, имея в своем распоряжении все полагающиеся человек органы чувств. А между тем, рядом с нами живут люди, которых природа обделила возможностью услышать или видеть, воспринимать мир во всех его проявлениях. Вчера в одном из рязанских кинотеатров состоялся специальные благотворительные показы для слабовидящих людей фильма Андрея Кончаловского «Рай». До этого такие показы прошли в других российских городах – Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Москве, Самаре и Пскове. В ближайшем будущем мы фильм с тифлокомментариями покажут во Владимире и Казани. Как считаешь, такие мероприятия нужны нашему? Ну, я считаю, что нужны, конечно. Тем более для таких, как мы, мы себя чувствуем некомплексованными, как бы все в своей, как сказать, тарелке. Поэтому, не знаю, попробую. Я надеюсь, что понравится, как говорится-то. Во время просмотра фильма те, кто плохо слышит, могли вникать в происходящее на экране с помощью субтитров. А тем, кто ограничен в возможности видеть, о кинодействе рассказывал специальный диктор, который объяснял, что происходит на экране, описывал героев и окружающую их обстановку. Конечно, проведение подобных кинопоказов для людей с нарушением слуха и зрения – яркий пример того, как технологии помогают устранять барьеры в общении и улучшать качество жизни людей по всей стране. Мероприятия очень важны для наших людей, которые имеют инвалидность по зрению, так как они не могут полностью видеть картинки на экране, ориентируются только на слух и не имеют всей информации. То есть, вот шаги, шорохи в фильме не дают полного впечатления от изображения. И поэтому тифлокомментарии, они, конечно, помогают нашим людям создавать полную картинку происходящего на экране и визуализировать. В рамках этого пока уникального мероприятия была проведена акция «Встань на мое место». Во время просмотра фильма все желающие могли надеть и на глаза повязки и посмотреть фильм словами. Именно так, как его видят незрячие и слабовидящие люди. Да, мы будем сидеть в повязках и хотим представить себе, как человек, не имея возможности видеть, представляет себе мир и ощущение, пусть ненадолго, но это очень интересный новый опыт. Чтобы говорить о доступной среде и о инклюзивном образовании, это замечательные мероприятия, которые должны быть, и их должно быть больше и чаще. Словом, радостен тот факт, что не только современные технологии не стоят и на месте, и работают на то, чтобы действительно раскрасить жизнь людей, отличных от других. Но и самообществом стремится понимать и быть ближе к людям с ограниченными возможностями. А прошедший необычный кинопоказ действительно показал, что современный мир к этому, по крайней мере, стремится. Тематические фотоальбомы и комплекты фотоснимков, а также образцы фототехники 19-го и начала 20-го веков. Можно увидеть в Рязанском Кремле на выставке «Фотограф на заказ». С ретроспективой фотоискусства знакомилась Ирина Ковалева. С момента возникновения фотографии интерес к ней продолжает возрастать. Появившись как быстрый способ фиксации окружающей действительности, со временем фотография проникла во все сферы человеческой деятельности. И на сегодняшний день фотоснимки, сделанные в 19-м и 20-м веках, представляют не только художественную, но и историческую ценность. Сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника решили посвятить очередную экспозицию не просто истории фотографии, а такому явлению, как заказной фотоальбом. На экспозиции можно увидеть как альбомы периода Российской империи, так и времен Советского Союза, когда фотографии можно проиллюстрировать практически всю официальную историю государства. И если сейчас каждая компания имеет свой официальный сайт в интернете, то во времена СССР при каждом предприятии трудился художник-оформитель. Именно благодаря этим безымянным фотографам сегодня мы можем познакомиться с результатами работы колхозов и совхозов, заводов и фабрик Рязани области. И здесь для посетителей, возможно, будет интересна не столько деятельность этих предприятий, сколько вида родного города. Эти фотографии прекрасно передают дух ушедшей эпохи. Насыщенная культурная жизнь городского парка в 61-м году, сельскохозяйственные выставки, проходящие в торговом городке, широкие разливы, от которых мы уже успели отвыкнуть, виды озелененной и благоустроенной Рязани. У нас не было задачи, какой-то ностальгию по советскому времени здесь показать, и чтобы все испытывали. Дело не в этом. А дело в том, что это наше наследие, это наша жизнь. Мы все корнями оттуда. Вот такие, как мы есть, мы оттуда. Но о чем-то, конечно, можно с грустью уже вспоминать. О том, что город был зеленый, о том, что город был чистый. О том неподдельном энтузиазме, который светился в глазах людей, восстанавливающих его, которые успевали и строить, и заниматься художественной самодеятельностью. Выставка дополнена образцами фототехники. Здесь представлен первый фотоаппарат, появившийся в XIX веке, и другие редкие модели. Здесь выставлен, допустим, фотоаппарат стереопара для стереоскопии. У нас таких фотоаппаратов, в общем-то, больше в коллекции нет. Видите, он с двумя объективами для стереосъемки. Здесь же мы показываем и стереоскоп 3D XIX века. Выставка «Фотограф на заказ» работает в певческом корпусе Рязанского Кремля. Так что спешите посетить и погрузиться в атмосферу давно ушедших эпох. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok